Продолжение следует... Лучик счастья, лучик солнца Мой единственный на свете Загляни в мое оконце Мне совсем немного надо Так немного бы хотелось Чтоб в душе жила от рада Чтобы сердце песни пело Мне совсем немного надо Так немного бы хотелось Чтоб в душе жила от рада Чтобы сердце песни пело Проплыви сквозь грозные воды Поднимись на крыльях смело Проведи меня сквозь годы Моей жизни неумелой Мне совсем немного надо Так немного бы хотелось Чтоб в душе жила от рада Чтобы сердце песни пело Мне совсем немного надо Так немного бы хотелось Чтоб в душе жила от рада Чтобы сердце песни пело Прилети, мой белый лебедь Лучик счастья, лучик солнца Мой единственный на свете Загляни в моё оконце Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас новая встреча С композитором Алексеем Карелиным Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, телезрители! Алексей, это не будет ошибкой Если я скажу, что вы очень любите Женскую поэзию Так случилось Ну, вы знаете, я и в мужской хорошо разбираюсь Но вот то, что заложено в женщине Вот это начало всеобщее Вот она раскрывает в поэзии совсем по-другому Ну и первые песни, которые сегодня вы исполнили Песня на стихи Валентины Полянины Ну я должна сказать, что Валентина Полянина Это наш давний друг У нас было с ней несколько передач И мы как-то очень трогательно Так тепло к ней относимся И она к нам тоже Это замечательный поэт Я не знаю, вот позже дар у нее есть Ведь она начала писать в осеннем возрасте, скажем Да, да А женщина всегда должна быть моложе мужчины Ну так оно и бывает, наверное Да, вот у меня встреча с Валентиной Началась вот с этой книжечки зеленой Да, она нам тоже подарила такую книжку Осенью слушая песни Одна из моих любимых исполнительниц Клавдия Ивана Хабарова Мы с ней писали, писали И вдруг она мне дома говорит А вот есть такая Валентина Полянина И дает мне книжечку И я открываю эту книжку И с листа С листа Не без гитары Пишу такую песенку По бархатной тропиночке Ходила я с корзиночкой Искала спелую ягоду В черничных тех лесах Бежала тропка малая Куда, совсем не знала я Куда, куда меня вела она Куда, куда, куда А тропочка упрямая Иди, сказала прямо мне Иди навстречу солнышку Иди к своей судьбе По тропочке по узенькой Пойдет навстречу с ужиной Никак не обойти его Не обойти тебе По узенькой тропиночке Шел паренек с корзиночкой Пугала его, может быть Холодная роса Свела она с ним тропиночка Забыли про корзиночки Смотрели очи синие В зеленые глаза А тропочка упрямая Иди, сказала прямо мне Иди навстречу с ужиной Иди к своей судьбе По тропочке по узенькой Пойдет навстречу с ужиной Никак не обойти тебе Не обойти тебе По бархатной тропиночке Ходила я с корзиночкой Искала спелую ягоду В черничных тех лесах Ходила по тропиночке Чтоб не промокли ноженьки Блестела на травиночках Холодная роса Замечательные песни Просто народные Ну вот Какие-то народные Прямо такие Знаете, у Валентины И в поэзии, и в музыке Ну, да Вот корни, конечно Я, например, у меня Одна половинка моя находится В городе Рузия Другая в городе Михни Подмосковные города Вот И я, в общем-то, рос все время У бабушки Где-то там были Русские печки Там были Протвени Там были Ухваты Были русские печки И русские песни Да, и русские песни Конечно, потому что Бабушка пела Всегда, когда Они были застолья Такие были теплые Все приезжали Родня дружила И она пела Ванька Клюшкин Злой разлушник Это все впитывалось потихонечку Вот Я даже не слышал Такую песню Да, да, да Есть такая песня Вот, она мне пела Ну, в общем И так как Я все время Все время Все время ждешь Какого-то нового имени В поэзии Так вот Незаметно Совершенно незаметно Пришла Валентина Полянина В поэзию У нас был Хороший опыт Вот С Валентины Что Одна из моих Исполнительниц Я так пишу Песни для Исполнительниц Которые профессионально Поют Не как я Я все-таки Песню показываю Это пока Я Но это тоже важно Дорогие друзья Я вам показываю песню А уж потом Все эти злые исполнители Они начинают Придираться Ну, придираться И Ну, как они говорят Вот это нам пойдет Вот это не пойдет А я должен Бедный композитор Идти у них на поводу Идете? Иду Иду Потому что Конечно Каждую песню Воспринимает Совершенно по-своему Например Вот Сейчас я песенку Тоже пропою Вот Валентина Она Совсем по-другому Подошла Вот Была Поэзия Такая Легкая Воздушная Да, у Валентины Да А вот сейчас посмотрите Это спела у меня Моя исполнительница Лариса Крылова На нашей гавани На нашей гавани На передаче Она вот эту спела песенку Вы это по-своему поете? Я по-своему пою Конечно Вот я пою ее Догорает в камине Огонь Искры в пляске Веселый не кружат Белогривой судьбы Моей конь Мчит меня В неизвестную В неизвестную стужу Все случилось Как будто во сне От меня Ты далеко, далеко Возвращайся Мой ангел ко мне Без тебя Без тебя Без тебя Без тебя Я совсем одиноко Все случилось Как будто во сне От меня Ты далеко, далеко Возвращайся Мой ангел ко мне, без тебя, мне совсем одиноко, Догорает огонь в тишине, замолчала, тоскуя гитара, И луна в потемневшем окне, смотрит холодно оком янтарным, Мы забудем печаль и хандру, дом наполнится музыкой света, Вновь в камине огонь разведу, и вернется счастливое лето, Все случилось, как будто во сне, от меня ты далеко-далеко, Возвращайся, мой ангел ко мне, без тебя, я совсем одиноко, Возвращайся, мой ангел ко мне, без тебя, я совсем одиноко, Интересно, вы прям Валентину Петровну как-то в новом свете раскрыли, Для нас во всяком случае. Так вот, как написала, например, Валентина это стихотворение? Это она мне по телефону прониктовала. Пришел к ней какой-то ее сосед, И он один раз к ней пришел, второй раз к ней пришел, цветы ей принес, И вот это слово, возвращайся, мой ангел, ко мне, без тебя, я совсем одиноко, Это, в общем-то, сгенерировал сосед, мужчина. Бывает так, они сочиняют песни. Ну, конечно, когда я такой текст увидел, Но это не текст, конечно, это не текст. Это душа поэтессы. Душа, она совершенно... Вот такие поэты, как Валентина, открывают такие дверки, Заглянешь за эту дверку и думаешь, ну вот, ну надо же. Кладись. Кладись. Как же они формулируют? Так ведь? Да, хотя просто так, вроде, плетет так. Плетет так. Легонько. Легонько паутиночку. Паутиночку. Но, вы знаете, состоялась как раз знаменательная встреча с Клавдией Ивановной Хабаровой. Ей уже было 77 лет, когда она стала петь мои песни. И она подруга Нонны Мордяковой. Она подруга была Клары Лучковой. Она играла в фильме... Господи. Кубанский Казай. Конечно. И Валентина тоже ей посвятила песню. И, вы знаете, я песню-то придумал гораздо позже, потом уже, когда уже Клавдия Ивановна стала себя плохо чувствовать. И вдруг я позвонил Валентине и сказал, Валентина, у меня появилась песня. Она говорит, а я эту песню посвятила Клавдии Ивановной Хабаровой. То есть, стихи она посвятила? Да, да, конечно, конечно. А я вот совершенно недавно... Это совершенно свежая песня. Ну, вот я вам ее постараюсь спеть, как могу, как могу. Музыка. Музыка. Сияние зараницы. Музыка. Осенний листопад. Музыка. Ты вскинула ресницы. Бирюзой сверкнул счастливый взгляд. Музыка. Весенние капели. Музыка, цветущий белый сад Музыка, саловушки запели В каждом сердце трели их звучат Музыка, весенние капели Музыка, цветущий белый сад Музыка, саловушки запели В каждом сердце трели их звучат Музыка, морские волны плещут Музыка, пушистый снег идет Музыка, когда смеются дети Ласточек стремительный полет Посмотри, восторга не скрывая Музыкой наполнена земля И зовет, и душу заставляет Жить на свете всех и все любя Посмотри, восторга не скрывая Музыкой наполнены сердца И зовет, и душу заставляет Жить на свете всех и все любя Удивительно совершенно И какие образы Музыка, Валентина Петровна, у нее смелые образы Просто это как? Музыка, ты вскинула ресницы Это же так здорово И так необычно Вы знаете, у Клавдии Ивановны были бирюзовые глаза И вот она вот это уловила Ну и так смело она это все в определениях сделала Да, вы знаете, теперь я знаю, как определение музыки Я пишу песни, а Валентина взяла спокойно И сделала свое определение музыки В общем-то, она, так сказать, подвела многолетний итог Бедных композиторов, которые трудились, писали А Валентина взяла и сказала Вот что такое музыка Вот, вы знаете, конечно, я Все время что-то Все время возвращаешься к ее поэзии Возвращаешься, все время смотришь А вдруг я что-то новое придумаю Я стараюсь, я стараюсь У Валентины очень много получается Вот песен, ну, вернее, стихов про цветы Значит, я говорю, а как ты-то как его умудряешься Ну, говорит, ну, я так все время то в окошко загляну, то поеду на родину Есенина Да, ну, он даже видит еще Да, да Да, да Ну, вот я вот спою вам песенку такую Ну, я не знаю, но она не такая простая Ромашковое поле лежит передо мной Мне каждая ромашка кивает головой Кивает так радушно Сорви и погадай Он любит или не любит Судьбу свою знай Бог с ней, с моей судьбою Не буду я гадать Цветок такой прекрасный Я не хочу срывать Я к лепесточкам белым Лишь прикоснусь слегка Чтоб мне передалась бы Их нежность, красота Чтобы я на мир смотрела Без зависти и зла Чтобы во мне осталась Ромашек, чистота Бог с ней, с моей судьбою Не буду я гадать Цветок такой прекрасный Я не хочу срывать Все Спасибо Сегодня мы посвятили передачу Валентине Поляниной Ее поэзии и песни На стихи Валентины Поляниной Ну, я надеюсь, они вам понравились, может быть А я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся Спасибо вам большое У вас было очень хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...